Постараюсь с вами сегодня поделиться какими-то историями, которые, собственно, прошел непосредственно я сам, начиная с 1995 года. Сегодня я, когда готовился к нашей встрече, конечно, отматывал какие-то фрагменты своей творческой деятельности назад и страшно подумать, конечно, какая всплывает цифра, сколько всему этому большому и любимому делу под названием радио я посвятил времени своей жизни. По большому счету, конечно, это большая и серьезная часть жизни, что и говорить, в которую я пришел, и мне повезло, попал на самом, что называется, взлете и расцвете коммерческого ФМ-вещания, это было середину 90-х как раз, когда в ФМ-диапазоне было всего, страшно подумать, порядка пяти-шести радиостанций. И тогда, в общем, не так было сложно для себя не отметить путь дальнейшего какого-то своего развития. А почему, собственно, радио? Да. Почему, собственно, радио? Меня часто об этом спрашивают, почему именно вдруг не с того, не с сего радио-диджей? Когда я учился в университете, сегодня это Московский государственный университет путей сообщения, в прошлом МИИД, совершенно, казалось бы, вуз не имеющий никакого отношения к радио-бизнесу. Вот, мне хотелось, как, наверное, любому молодому человеку как-то себя проявить, показать, завоевать определенную долю, ну, не то чтобы популярности, а какого-то внимания у прекрасной половины. Но, к большому сожалению, так уж получилось, что судьба меня не наградила ни музыкальными способностями, не певческими, поэтому ни с музыкальными инструментами, ни с выступлением на сцене у меня не сложилось. Но, тем не менее, желание как-то себя все-таки проявить и показать было. Тем более, что любовь к музыке, причем к музыке такой, скажем, не классической, а именно популярной. Вот, у меня была, ко мне была привита с самых ранних лет, потому что у нас дома всегда играла музыка. У нас огромное количество было пластинок, у меня папа собирал большую коллекцию, которая мне досталась по наследству. Ну, и, в общем, все эти знания, всю эту любовь хотелось как-то применить. И вот на мою радость тогда, и на радость многих моих сегодняшних коллег, тогда в Москве, в частности, стало зарождаться коммерческое ФМ-вещание. Радиостанции было, как я и сказал, немного, но почему-то вот у меня сразу легла душа в сторону максимум, и мне захотелось вот стать частью большой семьи, которая выступала под флагом с этой претензионной желтой молнией. Но это было не так просто сделать, как оказалось на поверку, и властвующий тогда и руководящий всем этим большим кораблем Миша Козырев не посчитал нужным обратить на меня внимание, что меня, конечно, очень сильно расстроило и задело мои юношеские чувства. Но, опять же, жизнь иногда выводит нас на правильные и нужные какие-то пути, на нужных людей. И так случилось, что я познакомился с девушкой, которая ушла как раз радио максимума, открывать новую тогда радиостанцию, и сказала, что сейчас тебе на максимум суваться нет никакого смысла, потому что у тебя нет ни опыта, ничего, ни знаний. А вот мы открываем новую радиостанцию, и там как раз набираем тех, кого будем сами обучать всему этому. То есть нам нужны люди без каких-либо знаний, чьи головы и мозги были бы не засорены знаниями других людей. Так я попал на серебряный дождь. Так я попал на серебряный дождь, причем самое что ни на есть его яркое открытие, это было, я говорю, в 95-м году, в июле месяце, они, по-моему, каждый год отмечают 7-го числа или какого-то там этот день. Попал я туда с очень интересным коллективом таких же новичков, как и я. Хорошо вам наверняка сегодня знакомых. Это Оскар Кучера, Антон Камолов, мой друг и большой коллега Юра Пашков, ну и, собственно, я. Ну, плюс еще другие ребята. Это вот из тех, которые как-то смогли после старта в серебряном дожде как-то себя ярко проявить. И два года мы потратили на то, что оттачивали, что называется, мастерство, рисовали свой эфирный образ, приходили к какой-то обкатке своих тогда еще очень хилых способностей, но потихоньку-потихоньку, шаг за шагом. Тогда не было, конечно, никаких компьютеров, как вы понимаете, тогда не было никакого интернета. Вот, все это было на эквилибристике и очень такой максимально подвижной и искусной работе рук, сноровки, реакции, потому что у тебя стояло в студии пять CD-проигрывателей, одна карт-машина с рекламой, одна карт-машина с джиглами. И вот ты занимался тем, что у тебя вот это вот было постоянно вот так. Это не как сегодня радио, которое ты приходишь, у тебя уже загружен плейлист в компьютер, и ты приходишь, только нажимаешь кнопку включения-выключения микрофона и запуска следующей песни. А там, конечно, было действительно большое искусство, которому, ну, так, приходилось учиться не неделю и не две. Музыка тогда, кстати говоря, набиралась на компактных дисках, да, на целый час. У нас была большая библиотека, большой стеллаж стоял за спиной у диджея. И каждый час ты, помимо того, что ты выходил в эфир и развлекал слушателей, ты себе набирал музыку, должен был ее вовремя запустить, отсчитать нужное количество минут или секунд до начала вступления вокала в песни, правильно поставить рекламу, ну и так далее и тому подобное. В общем, была долгая, интересная школа, радиошкола, что называется, уже вот на руках, на пальцах. И вот в таком режиме мы проработали два года, поняли, что уже, в общем, тех знаний, которые мы получили, нам вполне достаточно, и разлетелись все по своим каким-то дальнейшим проектам. Ну а я уже с полученным багажом знаний в 98-м году пришел на максимум, там уже поменялось руководство, пришел новый программный директор, к которому я пришел и сказал, вот, собственно, может быть, теперь, уже когда у меня за ключами есть какой-то базис, вы как-то посмотрите на меня уже в правильном направлении, и после собеседования недолгого я был принят в штат. Собственно, так и началась моя дружба и жизнь в семье Радио Максим. Проработав два года в вечерних и вру, в ночных и в эфирах выходного дня, то есть как бы у диджеев, ведущих, которые приходили на Радио Максимум, неважно, с багажом или не багажом знаний, они должны были проходить все равно обкатку, так называемую эфирную. Ну вот, и после двух лет работы мне предложили вести утреннее шоу. Как вы, наверное, знаете, первым мощным утренним шоу, которое появилось в FM-диапазоне... Привет. Первым мощным утренним шоу, которое появилось в FM-диапазоне, было утреннее шоу «Взлетная полоса», которое вел Константин Костя Михайлов и Оль Максимов. Это как бы считается старт всех... Я не уверен, значит, насчет российских, но, наверное, может быть и российских, но то, что московских, скорее всего, точно таких серьезных коммерческих проектов под названием «Утреннее шоу». Ну и, как любой, собственно говоря, поклонник и, не побоюсь этого слова, фанат Радио Максимум тех лет, я, конечно же, очень плотно сидел на этом шоу, и для меня Костя и Оля, конечно, были во многом большим примером, и не стану скрывать, что когда я работал на «Дожде», конечно, я очень многому у них заочно учился, в чем потом признался, когда уже познакомился непосредственно лично. Да, и после ухода Костя и Оли с Максимумом, собственно говоря, «Утреннее шоу» стало претерпевать разные какие-то времена, были какие-то и успешные моменты, потом менялись ведущие, и в итоге вот в 99-м году в конце меня вызвал программа, говорит, ну давай, может быть, попробуем сделать что-то другое и новое, и я вот тебе предлагаю работать «Утренним шоу», но мне нужно так, чтобы ты нашел себе какого-то соведущего. И в этом был, конечно, затык, потому что из тех коллег, которые у меня тогда работали со мной на максимум, ну как-то мы не рассматривали их кандидатуру, потому что все были достаточно самодостаточными ребятами, довольно уже известными, и Рита Митрофанова, и Таня Бочарова, и Саша Нуждин, и поэтому нужно было найти кого-то извне. И я очень вовремя вспомнил про своего друга и коллегу Юру Пашкову, который тогда как раз-таки работал в «Утреннем шоу» на станции 2000. Я говорю, слушай, а мы с ним, когда работали на дожде, мы, естественно, вместе слушали утреннюю взлетную полосу Кости и Оли, и мы с ним как-то сидели, говорили, слушай, вот было бы круто, наверное, работать в «Утреннем шоу» на максимум. А чтобы вы понимали, утреннее шоу на любой радиостанции – это как бы генеральские погоны. То есть круче утреннего шоу, в принципе, нет. То есть если ты, начиная с солдатом, понимаешь, к чему ты идешь в своей послужной лестнице, то здесь, по большому счету, как бы стремиться, кроме как в эфир утреннего шоу, уже больше и не к чему. Если ты доходишь до туда, то это все. Теперь главное в этом седле удержаться. Вот. Ну, а поскольку на то время утренних шоу было немного, то, понятное дело, утреннее шоу на максимум считалось самым крутым. И его знали все, и все говорили об этом шоу, и это было, конечно, тогда на пике популярности. И мы, конечно, как такие мальчишки 20-летние мечтали, было бы круто, если бы вот нам когда-нибудь. И вот в 99-м году нам такой шанс выпадает. Я звоню Юре, говорю, слушай, есть МАЗа, приглашают нас вести утреннее шоу на максимум. Вот. Ну, он, конечно, растерялся слегка. Вот. Сразу пошел в отказ, говорит, да ты что, мы не потянем это. Нет, невозможно. Ну, это уже там как бы неинтересная история. В общем, я его уломал, и мы пришли в конце 99-го года на собеседование программное, говорю, вот человек, с которым я готов делать утреннее шоу. А почему мне, собственно говоря, он был еще и нужен? Потому что у него было наработано. Он проработал два с половиной года как раз в утреннее шоу, и он понимал всю кухню, как делать утро. Потому что я, в принципе, к таковому эфиру утреннему не имел никакого отношения, был только сторонним слушателем. А работа в шоу и работа обычного линейного ведущего, она, ну, в общем-то, отличается. Она отличается, и есть немало своих нюансов. Она требует серьезной подготовки ежедневной. Там есть рубрики, которые нужно готовить ежедневно. Там есть какие-то креативные истории, розыгрыши тогда были у нас, эти жаворонки на проводе, которые тоже надо было придумывать сценарии, записывать, обзванивать. А сценарии срывались, кто-то там тебя сразу раскалывал, кто же когда-то звонишь. Это было не так просто еще дозвониться такому человеку, который бы тебя не выкупил. Потому что по голосу тебя выкупали сразу. И вот у нас были случаи, когда мы, например, звонили на розыгрыш, а люди, значит, минуту-полторы слушали, слушали потом, ага, мы знаем, что это вы, поэтому все, мы на это не купимся, до свидания. Были такие истории. А ты сидел, писал полтора часа этот сценарий, розыгрыш этого дурацкого. Вот, всякое было. Ну, в общем, я говорю, Юра, давай начинать. И мы с 2000 года, у нас есть такая своя маленькая микродата, дата зарождения, собственно, дуэта Пашков и Кириллов. Это вот 4 января 2000 года. С этого момента мы и начали вести это утреннее шоу, подхватили, собственно говоря, волну, вот ту, которую взяли кости с солей. Ну и, как мне кажется, но сейчас, как показывает практика, в общем, небезосновательно. Мы за те 2,5 года сделали свое дело достаточно неплохо. Мы добились хороших результатов. И это показывали и продажи рекламных делов, и наши внеэфирные акции, и количество людей, которое на них приходило, и наши активности со студенчеством, и со школьниками, и так далее, и тому подобное. Но потом начались мутные времена для нашей радиостанции, когда начали меняться руководители. Как вы понимаете, с приходом нового программного директора, соответственно, появляются какие-то новые правила, и новая метла всегда метет по-новому. Не, может быть, в каком-то глобальном понимании этого слова, но в частностях это было очень заметно. Появлялись какие-то новые требования. И работа становилась уже не так сложной. Но причиной нашего ухода из утреннего шоу в 2003 году было вовсе не это. Это произошло по причине нашего творческого кризиса и разлада. Вообще, я вам хочу сказать, что работать, ну, как вы, наверное, знаете, работать с друзьями где бы то ни было, в какой угодно сфере, в какой угодно области, это крайне тяжелый труд. И, как правило, ни к чему хорошему, ну, как показывает жизнь, он не приводит. То есть начинать можно хорошо, здорово, и озорно, и весело. Но когда ты потом сталкиваешься с каким-то вопросом, который имеет не одну, а две точки зрения, вот здесь начинаются сложности. И здесь как раз-таки очень важное умение идти на компромисс. Это как в семейных отношениях, о которых говорят так часто психологи, говорят, вы умеете идти на компромисс? Вот тут то же самое. Когда ты умеешь идти на компромисс, ты решаешь вопросы как-то легко и быстро. Но когда у тебя два сильных персонажа, две сильных личности, и когда они имеют достаточно веское, серьезное представление о каких-то вещах, то спорить здесь очень сложно. Вот. Еще сложнее спорить, когда кто-то и отказывается идти на компромисс. В общем, мы не смогли найти в некоторых вопросах компромиссного решения. И поэтому, чтобы как-то не совсем уже конфликтовать по жизни и остаться в хороших отношениях, мы решили просто так тихо и воспитанно, интеллигентно уйти. Это как раз, чтобы вы понимали, тот самый период, когда к нам на смену пришли и Гена Бочинский и Сережа Тилая. Вот. И ушли мы с ним по разные абсолютно стороны. Мы ушли на телевидение, пошли себя пробовать там. Но проработав два года на MTV, я вам честно скажу, но это мои личные ощущения, мне на телеке очень некомфортно было работать по той простой причине, что в телевизоре нет никакого творчества. То есть ты приходишь, ты, по сути, говорящая голова. У тебя стоит суфлер, у тебя есть несколько редакторов, у тебя есть администратор, у тебя есть, не знаю, визажист, у тебя есть мейкапер, режиссер программы. И, по сути, ты приходишь, сидишь, пока тебя намалевывают, одевают, ты читаешь быстро текст, познакомишься, а потом тебя ставят перед суфлером, и ты текст зачитываешь. Но, по сути, творчества никакого. И для меня, как для человека, который, в принципе, с самых первых дней всегда сидел за технической составляющей радио, для меня это было дико интересно, как это, что, особенно вот в начале, когда было пять этих, вот я говорю, сиди проигрывать, или какие-то карт-машины, джингл-машины, пульты, микрофоны, один такой, другой новостейщика, главное, и там не перепутать, там забываешь. Вообще, история, конечно, связанных с нашими первыми двумя годами работы на Серебряном дожде, вот этой нашей веселой четверки, это, конечно, что-то с чем-то, какими мы только туда не приходили, в каких состояниях мы только не выходили, какими мы только там, значит, шалостями и глупостями не занимались. Но это была хорошая школа жизни, вот, но за эти годы, конечно, у тебя пальцы привыкают, что называется, это ты как-то засидишь за фортепиано, вот ты когда уже доводишь до автоматизма, ты можешь играть с закрытыми глазами, так же и сейчас. Вот у нас на сегодняшний день на максимум за пультом сидит только три человека из нас оставшихся из Магикана. Это вот Костя, я и Игорь Паньков в утреннем шоу. Вот остальные ребята, ну, по каким-то причинам вот не лежат, что называется, руки на кнопках, а я без этого не могу. То есть, сегодня, как вы, наверное, знаете, есть два вида ведения эфира. Есть эфир вот такой, как он у нас в холдинге, например, представлен. Это студия, пульт, там, как правило, два-три микрофона, за пультом сидит один из ведущих шоу, вот, второй ведущий сидит напротив, либо какие-то гости приходят, но вся техническая, как бы, история исходит непосредственно от вас, ну, там, от тех людей, кто сидит за пультом, потому что на других радиостанциях на разговорных, вот, например, на том же маяке, у них сидит специальный звукорежиссер. У них сидит, у них стоит стол, вот так оставлены микрофоны, и они просто, с компьютерами, и они просто сидят, разговаривают. Они вообще не отвлекаются ни на какую техническую часть, они не задумываются о том, какой джингл, какая песня, сейчас там зарезали песню, или реклама пошла не в то время. Они вообще этим голову не забивают, у них сидит для этого специально обученный человек. Вот, для меня этот человек, это брак, поэтому я всегда, когда мы начинали какой-то проект, я всегда говорил за то, что я говорю, слушайте, я вас очень прошу, только не сажайте нам никакого звукорежиссера, потому что я не смогу под него подстроиться. Я уже настолько все для себя отработал до автоматизма, что вот мне нужно, чтобы передо мной стоял пульт, и тогда я буду чувствовать себя комфортно. Вот, поэтому, поэтому, почему-то я ушел в эту техническую часть, честно говоря. Значит, да, не все владеют этой всей историей технической, и когда мы работали с Юрой, он сразу сказал, что, значит так, для меня, как бы, вот эта вся кнопочная история не важна, я отвечаю за наполнение, за креатив, поэтому давай, ты сиди там, мы, в этом смысле у нас не было. И когда нас уже пригласили после нашего разрыва, многолетнего, вот когда мы уже отработали на телевидении, когда мы уже, я уже понял, что телек для меня уже это все неинтересно, а, так вот, собственно, да, почему я говорил, потому что телек это никакого творчества, а здесь ты непосредственно сам являешься креатив, креативщиком всего, вот ты сел, вот началось твое шоу, и все, и ты пошел, работать уже как бы для публики, для аудитории, для своего слушателя, и все твои косяки или не косяки, это все твои как бы факапы либо заслуги. То есть тут уже третьего человека, ты ни на кого свалить не можешь, ты, соответственно, работаешь сам собой под свою ответственность. Для меня это очень важный момент, всегда был, и поэтому, когда я вернулся на максимум, я как раз тогда еще были Ген и Сережа, и Геновы исполнял обязанности программного директора. Я говорю, Ген, слушай, так и так, я вот что-то не чувствую себя комфортно на телеке, давай попробуем как-нибудь сделать так, чтобы я вернулся. И вот он мне, собственно говоря, предложил дневной сегмент после них сразу 11 утра. И вот с тех пор, с 2005 года я вернулся в эфир максимум, но не в шоу, а в линейный эфир. Честно вам скажу, работать в шоу, оно, конечно, интереснее и, наверное, даже в какой-то степени проще. Впрочем, Потому что у тебя есть всегда собеседник, и ты сидишь, что ты не разговариваешь со стеной. Когда мы начинали всю нашу вот эту вот диджейскую родильную историю, мы же, как правило, все работали по одному в эфире, за исключением там утреннего шоу. Раньше не было такого понятия дневное шоу или вечернее. Это все появилось уже значительно позже. Раньше было утреннее шоу и дальше линейный эфир. Были программы по заявкам дневные, там ночные, были какие-то там, сказать, специальные акции, но в целом это был обычный линейный эфир обычного линейного диджея. И каждый там в свои отведенные 3-4 часа дефилировал себя кто во что был гораст. Когда ты начинаешь работать в шоу с партнером, это уже совершенно другая история и у тебя появляется возможность играть в так называемый пинг-понг. То есть, когда у тебя есть очень хороший, грамотный, слаженный партнер по работе, это большой плюс и большое преимущество. Вот я это почувствовал сейчас, когда пригласили вечернее шоу Свету Зиналову ко мне. Потому что, во-первых, это для меня первый опыт вообще в принципе работы с девушкой в паре, а это тоже имеет большое значение. Когда работают два парня, это одна история. Когда работаешь ты с девушкой, как я сейчас я это предполагал, но сейчас я в этом убедился, это совсем другая история. И совершенно третья история, если вы, например, не общаетесь или не общались вне эфира. В случае с нами с Юрой у нас было проще. Мы были друзья по жизни и мы как бы по-быстрому включились и в эфире. Для нас это не представляло особой сложности. Мы нажали кнопку и мы как в жизни, так и в эфире. Нас это, в общем, как бы не напрягало никогда и даже, как мне сейчас кажется, сыграло нам на руку. Потому что один из главных залогов успешного шоу это то, что ты в эфире не строишь из себя и не играешь какого-то неестественного персонажа. Когда ты не надеваешь на себя чью бы то ни было маску. Если ты в эфире естественен, вот такой, какими тебя знают твои друзья, там, не знаю, близкие, не близкие, это всегда подковывает и привлекает внимание. Это я сразу вам скажу, познал не сразу. В начале я был убежден, что если я выхожу на эфирную сцену, в эфире получали эфир, это получается та же самая сцена, а все мы в ней актеры, кто драматический, кто комедийный, но актеры. И я был уверен, что это должен быть образ, должен быть образ, значит, это должен быть поставленный голос, чтобы люди рисовали себе какие-то портреты, чтобы там одна слушательница нарисовала тебе высоким, бородатым, другая поменьше, гладко выбритым, кто-то, значит, качок, у кого-то пузо. Радио же это большой, большой таинственный мир был когда-то, до тех пор, пока в студию не поставили веб-камеры. Это, я считаю, вообще большое зло, и веб-камера это то, что убило всю таинственность, всю фишку радио как такового. Вот. Но вовремя подсказанный мне дельный совет моего программного директора в то время как бы, расставил совершенно по-другому все приоритеты, и я перестал играть во что бы то ни было, и Юра перестал играть во что бы то ни было, мы стали естественными такими, какими мы вот пришли с улицы, там разогрелись в 15-20 минут, какими-то шутками перекинулись, все, хоп, сели и погнали. То есть мы не настраивались там, у нас не было какой-то там предподготовки, мы не проговаривали какие-то там сейчас скетчи, как ты сейчас скажешь, а как ты пошутишь, а как ты посмеешься и так далее. Вот. Этого всего не было. То есть мы все выпуливали экспромтом. И на мой взгляд, я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что второй немаловажный момент успеха шоу, помимо того, что вы в нем естественны, это то, что вы естественно реагируете экспромтно. Понятно, что любая подготовленная шутка, она, возможно, и смешнее звучит в эфире, если она красиво спродюсирована, там, со звучками, с какими-то еще штуками, возможно, но мы всегда строили свое шоу на экспромте и на молниеносной реакции. Вот за что мне всегда нравился и нравится Юра как партнер, с ним всегда было просто играть, мне, по крайней мере, вот в этот пинг-понг, потому что когда ты ведешь диалог и набрасываешь, что называется, шутку, а тебе эту шутку грамотно отбивают, и все это еще сдабривается его каким-нибудь заливным, заразным смехом, и ты уходишь на песню, все, это вот как бы победа. То есть реакция у людей, которые с той стороны радиоприемника, она предсказуема и она естественна. Все заржали так же, как заржал ты здесь, кто за рулем, кто там выронил поварешку, кто там в электричке спалился в автобусе, неважно, но по крайней мере, ты понимаешь, что это шутка, которая там не высосана из пальца, там не прочитана из интернета анекдот, а именно она вот здесь и сейчас. Поэтому мы как-то всегда так и ориентировались, и вот на этой естественности мы и строили всегда наш тандем. Но я говорю, из-за того, что юные горячие головы не смогли поделить один сникерс, пришлось нам как бы на какое-то время расстаться и после этого уже сойтись с новыми мыслями, что называется, повзрослевшими в новом амплуа. Да, и спустя некоторое время, проработав вот собственно в утреннем шоу, я вернулся на максимум, проработал в линейке, и произошла очередная смена нашего руководства. И мне поступило опять же предложение о не вернуть ли нам утреннее шоу Пашков и Кириллов вот сейчас в сегодняшний эфир. Это было в 2000, дай бог поймите, то ли 10, то ли 11 году. И я говорю, а как вы хотите это сделать? Мы тогда с Юрой не общались, он говорит, ну вот мы сейчас позовем Пашкова и вы с ним как-то... А у нас с ним произошел, ну чтобы вы понимали, достаточно серьезный конфликт, который повлек за собой наше такое холодное игнорирование друг друга в течение долгих пяти с лишним лет. Я говорю, я не знаю, как сейчас он согласится, не согласится, что он будет делать и так далее. Он говорит, ну давайте, я вам типа завтра здесь устрою встречу у себя в кабинете, а вы же там решите. И вот спустя пять с лишним лет мы встречаемся, в кабинете. И я ему говорю, ну давай попробуем. Почему бы нет? В конце концов, там многие известные рок-музыканты сходятся для того, чтобы записать новый альбом. Посмотрим, что из этого получится. Может быть, что-то да и выйдет впутное. И мы с ним на следующий день ушли на очень долгий разговор в парк. Как сейчас помню, это был летний день. И долго-долго обсуждали все за и против, но потому что мы понимали, что за все эти годы мы поменялись, поменялось все, поменялась жизнь, поменялись люди, поменялась музыка, поменялась вообще структура работы на радио даже. И какие-то наши старые приемы уже никуда не годятся. Надо придумать какие-то новые инструменты, чтобы завоевывать аудиторию. А та аудитория, с которой мы работали в начале 2000-х, она уже подросла. Она уже, может быть, даже поменяла свой какой-то вектор интересов. Им не интересны сегодня Гриндэй и Металлика, а им может быть интересна сейчас совершенно другая музыкальная история. И они, может быть, даже и не слушают максимум. Там надо будет завоевывать новые сердца. И поменялась вектор аудитории. Если раньше это была все-таки молодежь, включая шкалеров, студентов и старше, то сегодня это уже точно не шкалеры и точно не студенты. Мы провели много часов за этой беседой. В итоге, как факт, мы решили согласиться. И с 1 сентября мы вышли в эфир. утреннего шоу Пашков и Кириллов «Возвращение». С таким пафосным подтекстом. И проработали достаточно успешно, как мне кажется, и эти полтора, по-моему, два года до очередной смены руководства, которое с нами сейчас и, собственно, занимается и которое возглавляет радио «Максимум». И когда пришло вот это новое руководство, а чтобы вы знали, если вы собираетесь связать свою жизнь с радио, я не знаю, как это будет дальше, но вот до сегодняшних дней, за все те 18 лет, которые я работаю, это было негласное правило. Если приходит новый программный директор на радиостанцию, первое, что меняется, это меняется утреннее шоу. Независимо от того, хорошее новое, плохое, рейтинговое, нерейтинговое, каждое утреннее шоу это внегласные дети программного директора. И поэтому, когда пришло сегодняшнее наше руководство, естественно, нас всех собрали и сказали, ребят, при всем уважении, при всем при том, что вы большие молодцы, все хорошо и здорово, но вы же знаете негласное правило. Мы кивнули головой и, собственно, уступили места нашему сегодняшнему утреннему шоу. Но на наше счастье наша репутация сыграла нам на руку и наша работоспособность. И нам сказали, что да, вы классный дуэт, мы знаем, понимаем, ценим, поэтому давайте придумать, как быть с вами дальше. И нам предложили попробовать себя в вечернем сегменте, сделать вечернее шоу. Может быть, это звучит нескромно, но я всем всегда говорю, что вечернее шоу вообще в принципе в вашем вещании породили именно мы с Пашковым. Ну правда, я просто до этого момента ни разу не слышал как такового вечернего шоу, чтобы ты где-то позиционировалась на радио, что вечернее шоу. Хотя я могу ошибаться, может кто-то из вас меня поправит. Нам предложили вечернее шоу, то есть это с 6 до 9, это самое такое мощное автотрафиковое время, когда все выходят из-за своих офисов, садятся в машины и томятся в пробках. Это вообще другая аудитория, то есть если утреннее шоу в себя собирает всех по возможности, ну как правило просыпаются все в одно и то же время и по привычке щелкают радио выходя из дома, кто в машине, кто в плеере, но чтобы как-то скоротать дорогу до работы или до учебы практически одновременно, здесь они в этом едины, то вечернее шоу в какое время? 6 до 9, оно собственно и сейчас так везет. Вот, 6 до 9. Это время самого такого мощного трафик-джема. Ну по крайней мере в Москве, ну и как показывает практика и в других городах нашего вещания и в крупных городах тоже. И мы собственно сели перелопачивать всю эту нашу историю. Ну как, рыба, конечно, она везде одинаковая. Вот, там нет какого-то такого прям кардинального вот утром было вот так, а вечером все совсем по-другому. Рыба, конечно, остается одна и та же. Мы работаем с аудиторией, мы работаем со слушателями, вот, но только если в случае с утренним шоу наша задача людей раскачать, поднять и зарядить, чтобы они вошли в офис, сказали, «Эй, дайте нам работаем», то здесь наша задача их отвлечь от всего того трэша, который они в себя впитали за время рабочего дня. Потому что это, как вы понимаете, не всегда любимое руководство, это какие-то запары на работе, дебет с кредитом, несостыковки и так далее, и тому подобное. Плюс еще это пробки, плюс еще эти подрезают, здесь не уступают, тут, короче, гудят. В общем, люди на нервяке, и нам надо этот нервяк из людей вытащить. Вот такая перед нами стояла задача, она, собственно, стоит и по сей день. И мы, собственно, взялись за эту историю и начали работать уже вот в этом ключе. Но дело все в том, что, как, наверное, вы понимаете, у любого творческого человека наступает творческий кризис. Потому что работать все время на таком эмоциональном подъеме, все время давать энерджайзера в эфире, все время быть веселым, классным, задорным и вытягивать из людей, пусть даже посредством радио, вот эту негативную энергию, их как-то освобождать от нее, это непросто. Это непросто, как и непросто, в принципе, быть любым артистом, который выходит на сцену, потому что когда мы только начинали работать на радио, нам четко, постулатами дали понять несколько основных правил, одно из которых было то, что слушатель вообще никаким образом не должен понимать и знать, что творится в вашей жизни, если в вашей жизни произошло какое-то горестное или печальное событие, ни один мускул, ни одна нота вашего голоса не должны ему дать понять, что с вами что-то не так. Он не должен с вами сопереживать ваш трэш. У него своего вот так хватает, поэтому что бы там ни произошло, держитесь, крепитесь волю в кулак и, собственно говоря, работайте. Так работают по этой же схеме все артисты, в том числе и театра. И понятно, что в таком режиме работать не всегда получается долго и у кого-то наступает творческий кризис, кто-то не справляется. И к моему большому сожалению в начале лета прошлого года Юра покинул, собственно говоря, максимум, чем очень расстроил меня, потому что это так уже мои, что называется, мысли вслух, потому что у нас были отличные возможности на сегодняшний день как бы себя хорошо проявить и зарекомендовать в этом сегменте, потому что в этом сегменте по большому счету конкурентов-то и нет. Ну, не было на то время. Вот. И если бы он, конечно, не дал слабину, мы бы, возможно, сегодня были бы на хороших позициях, но жизнь есть жизнь, ничего с этим не поделать. Вот. Он сказал, что я устал и его можно понять и он, собственно говоря, пошел заниматься дальше своими делами. Поэтому передо мной сегодня стала другая задача, как, собственно говоря, из нового шоу, а оно, по сути, новое во всех смыслах, потому что это новый партнер, это новая стратегия, это новые задачи, которые ставит руководитель. Вот. Как его в кратчайшие сроки, собственно, возвести в ранг успешных. Но сегодня эта задача усложняется многими факторами. Во-первых, и, наверное, в основных, то, что у сегодняшнего радиослушателя есть огромный выбор для своего, как бы, вкуса и по своему усмотрению он может выбрать любую радиостанцию, которая отвечает его сегодняшнему настроению, вкусом и вообще политическим взглядом как угодно. сегодня радио, как вы, наверное, заметили, разделилось на два типа. Есть радио музыкальное, коим является максимум, и пиши с ними. Вот. Есть радио разговорное, это типа маяка, там, бизнес-ФМ и так далее. нет, вру, есть еще третий тип. Есть радио вообще без диджея, только музыкальные, которые отказались вообще от ведущих и крутят просто музыку и рекламу. И, как показывает, опять же, практика и жизненный опыт, такие радиостанции на сегодняшний день неплохо востребованы. Неплохо востребованы и достаточно сильно конкурируют с теми радиостанциями, в которых есть еще ведущие. Но вот, наверное, с того момента, как появилась вообще коммерческая ФМ-вещания, проводятся всевозможные рейтинги и провозможные замеры, и всевозможные исследования для того, чтобы радиостанция понимала, собственно говоря, в правильном ли она направлении идет и вообще, как обстоят дела у нее по ту сторону борта. со слушательской аудиторией. И всегда самым большой, самой большой, самой большой проблемой в музыкальных радиостанциях, в которых есть ведущие, диджеи, радиоведущие, это то, что слушателю в 85% случаев не нравится и раздражает то, что между песнями встревает голос ведущего. Это, конечно, парадокс, с одной стороны, для нас и для многих руководителей многих коммерческих радиостанций. Но это факт. Почему-то так сложилось, что культ радиоведущего со времен середины 90-х до сегодняшнего дня начинает, к сожалению, сдавать свои позиции. И если вспоминать те золотые годы расцвета, скажем так, когда это все было в новинку, и когда это было ново, озорно, провокационно даже местами, и это собирало большое количество людей, мы проводили акции, там всевозможные вечеринки, дискотеки, собирали там олимпийский на Максидром и все, что угодно. Вот. Какие-то вне эфирной истории, то сегодня культ радиодиджея, он ушел в историю. Сегодня, как правило, неинтересно слушателю, кто сидит у микрофона. Неинтересно и потому, что в любой момент слушатель, если даже он, например, случайно или внезапно оказался на этой волне, и ему понравился голос того или иного ведущего, всегда может зайти в интернет, всегда может сбить в поисковике все, что ему надо, зайти либо на официальный сайт и там увидеть либо, соответственно, камеру реального времени, либо фотографии и так далее. Раньше этой возможности не было. Раньше для того, чтобы увидеть вожделенный образ, нарисованный тобой по голосу, нужно было заморочиться, не постесняться, там приехать, где-то выловить, увидеть, сфотографироваться. Но тогда, как вы понимаете, не было селфи, тогда были селфи на бумаге. И тогда были сплошные фотосессии мы устраивали для наших слушателей. Тогда это было действительно интересно и мы как-то выходили на какой-то контакт. Мы, по крайней мере, видели, как выглядит наш слушатель. Ну, не, конечно, в планетарном масштабе, но хотя бы вот так, эпизодически мы выхватывали какие-то лица, персонажи, и мы понимали, кто это. А сегодня все по-другому. Сегодня все иначе. Сегодня в нашу жизнь приходят высокие технологии. Этому можно радоваться или этому можно огорчаться, но это факт. Это данность, которую нужно просто принять. Я не говорю сейчас каких-то там высокопарных слов, это действительно так. И сегодня по большому счету вся та романтика, которая вот, например, была мною впитана в самом начале моего творческого пути на поприще радиоведущего, она сегодня, по-моему, напрочь вообще исчезла. Потому что радио перестало быть закрытой зоной. Оно стало доступным. Сейчас можно попасть на любую радиостанцию. Сейчас можно всегда увидеть ведущего. Сейчас можно всегда посмотреть что за песня играет, если у тебя есть РДС в машине. Или там ты можешь шазамить и получить все нужную тебе информацию. Сейчас все те инструменты, которые, на которых мы играли, придавая таинственности нашу работу, они сейчас, к сожалению, все канули в лету. Их больше нет. Сейчас, чтобы что-то изобрести такое финтикоперное, нужно очень, конечно, сильно раскреативиться и что-то придумать. Поэтому я не то, что хочу зародить в вас какую-то толику, даже не то, что сомнение, а разочарование во всей этой истории. Это мои личные переживания. Возможно, все же меняется, все же циклично, все приходит нам на смену. Возможно, мы сейчас переживаем какой-то момент спада интереса к радио, но через какое-то время придет новое поколение и вспыхнет все заново. Я такой возможности не исключаю, хотя в силу своего природного скепсиса, да уж простят меня, может быть, люди, имеющие к радио сейчас здесь сидящие, непосредственные отношения, но мне кажется, что коммерческое мое феймвещание осталось не очень долго, потому что, ну вот давайте так, по чесноку, поднимите руки, кто из вас слушает радио, в принципе слушает, вот, много, а теперь поднимите, кто из вас слушает радио дома, серьезно? Да, хорошо, а кто слушает радио в машине, ну, примерно одинаково, у нас уникальная аудитория сейчас собралась здесь, наверное, наверное, так, да, по моим личным наблюдениям, как бы вот по тем фокус-группам, которые я составляю из своих друзей, друзей, близких, хотя этого делать категорически нельзя, вообще никак, это еще одно из постулатных правил, что все наши друзья, вся наша семья, все наши близкие, там родственники, товарищи и все такое прочее, они не являются нормальными слушателями, они вообще не объективная оценка вашей работы ни на секунду, ни на 1%, просто если вы будете, если вы когда-то свяжете свою жизнь с радио и туда придете работать, вы просто это имейте ввиду, потому что я тоже прошел через эту ошибку, естественно, потому что когда я начинал только, меня слушала и мама, и бабушка, и сестра, и подруга мамы, и бабушкины подружки у лавочки, все знали о том, что вот идет мальчик, друг там или сын, который работает на радио, но для них же понятие радио было как и для многих из нас в детстве, радио это коробка стоящая на кухне, у которой либо одна, либо три кнопки, и в принципе у всех было четкое представление, что вот это радио и там сидит диктор, и диктор соответственно что-то говорит, вот что-то рассказывает, и это, конечно, уважаемая работа, вот, но как бы на предмет интересности она всегда вызывала много споров, поэтому всегда имейте в виду, что если вас всячески хвалят, а именно это и будут делать ваши родные и друзья, дабы поддержать, понимая, как это непросто, это, к сожалению, все необъективно, на них вообще ориентироваться нельзя и про них надо ну не то, чтобы забыть, просто нужно фильтровать очень жестко все их добрые теплые слова. Понятно, почему они нам это говорят, но под собой как таковой фактической какой-то базы они не несут. И на сегодняшний день, так вот, проводя фокус-группы среди своего какого-то окружения, я прихожу к выводу и замечаю, что сегодня радио в большинстве своем люди слушают исключительно в машине, перемещаясь от дома куда-то или там откуда-то домой или там короче только в машине, потому что мне кажется люди, которые слушают радио через телефон или через какие-то другие устройства, их становится все меньше. Студенчество сегодня, если раньше они ехали, мы ехали в институт и у нас в ушах был плеер, мы покупали себе плеер, чтобы там обязательно было радио, сегодня мне кажется, что студенчество настолько глубоко ушло в мир технологий, что они не нуждаются в какой-то радиостанции, им неинтересно слушать какое-то мнение, чьей-либо мнение, потому что они уже настолько амбициозны в свои годы, что у них оно уже есть свое, а музыку, которая им нравится, они прекрасно себе накачают из интернета или из контакта, что собственно одно и то же, и будут без всяких реклам, без всяких перерывов слушать то, что им надо и настраиваться на ту ловну, которая им нужна. Именно по этой же причине определенную долю популярности на себя приняла вот так агорт радиостанции, которая работает без ведущих. Как-то Радиоджаз, там, не знаю, Монте-Карло вот в нашем, холдинге в том числе и так далее. То есть, ты врубаешь кнопку, ты уходишь в свои мысли, тебя никто не отвлекает, тебе не надо ни о чем думать, какие там розыгрыши, конкурсы, там, тапочки или что-то еще. Вот, все, человек ушел и вот он там сидит, кайфует в своих каких-то размышлениях и настроениях. И поэтому сегодня завоевать любовь аудитории, а уж тем более привлечь внимание новое, это очень сложный и серьезный труд, который требует коллективной работы. И вот тут еще один, это уже, что называется, мой совет из жизни, к сожалению, который я сегодня, скажу вам по секрету, не могу воплотить в жизнь по ряду определенных причин, но он очень важный. Вот создавать какой-то проект в эфире, в данном случае шоу, неважно, что это, утреннее, дневное или вечернее, это должен быть коллектив. И это должен быть коллектив не только состоящий из непосредственно двух персонажей, которые ведут это шоу, но это должен быть какой-то и отвлеченный, расслабленный мозг, какая-то светлая голова, которая бы генерировала тебе какие-то идеи, а вы уже коллективно их бы адаптировали под эфир и так, чтобы это было удобоваримо для слушателя и для основной массы слушателей. Ну, примеров этому очень много. Любой, скажем, телевизионный проект, как вы, наверное, знаете, имеет огромный штат людей, начиная от администраторов, режиссеров, людей, которые пишут всякие разные смешные истории, шутки, редекторов, корреспондентов, которые работают с новостными порталами и так далее, и тому подобное. И, в общем, артисты, я позволю себе так нас называть, людей, которые работают на микрофонах, приходящие уже к эфиру непосредственно для подготовки, они просто садятся там за какое-то время, не знаю, минут за 30, за 40, открывают вот это вот все, пробегают, смотрят, какие-то вносят коррективы, здесь не очень смешно, а давай сделаем вот так, вот этот вопрос можно перефразировать, вот здесь вот этот, и все, и как бы уже дальше не заморачиваются, не отвлекаются на то, на какие-то вот эти вот детали, которые, собственно, не должны их волновать, они должны подать, презентовать все то, что, собственно говоря, вот подготовили вы за несколько минут до, и создать людям настроение. заставить улыбнуться, засмеяться, зажать, извиняюсь за выражение, в какой-то момент, может быть, задуматься, может быть, их накинуть на какую-то сентиментальную мысль, и они такие, оп, подвисли на песню, думают, блин, а ведь правда же, а я что-то и не думал, а вот может быть, надо действительно позвонить родителям, что-то там, ну, все что угодно, но вы должны как-то их зацепить и сделать это естественно, то есть, когда ты сидишь в машине и чувствуешь, ну, не знаю, может быть, это у меня, конечно, уже выработана такая привычка, но мне кажется, это слишком сейчас чувствуется любыми ушами, абсолютно, неважно, работаешь ты в эфире или не работаешь, когда человек читает по бумажке, а когда человек говорит своими словами. человек, например, тем, оarmка, и в行ок, не могу, я не могу, Продолжение следует...